Всем привет, дорогие друзья! Вот вышел Сенс Роу в нашем замечательном августе. И, конечно же, абсолютно все люди, которые любили серию или которые просто на безрыбье зашли в игру, начали дружно вопить. Провал, говнище, нег... Ну, кстати говоря, их там реально много. Игру начали обсирать абсолютно за все, начиная от того, что она потеряла свой шарм, заканчивая технической составляющей. А вот, допустим, вот этот баг просто пролетел по всему интернету, и каждый человек, который вкидывает говнецо в сторону нового Сенс Роу, обязательно подкидывает данный клип. Типа, смотри, это финальная перестрелка. А то, что этот баг случайный и не обязательно у всех он проявится, допустим, у меня его не было, мы, конечно же, промолчим, е-мое. Хотя это не меняет того, что есть другие баги, которые не просто влияют на «Ой, блин, посмотрите, он со льдуху сделал», а мешают прохождению уровня. Но в целом, как я вообще решил зайти в Сенс Роу? Да я просто увидел вот эти все отзывы негативные и подумал, блин, было бы прикольно сделать ролик о том, что Сенс Роу все-таки не такой уж и плохой. Потому что, ну, я читаю критику, в принципе, понимал то, что критика местами уж слишком излишняя. Проще говоря, да, это провал, игрушка средней паршивости, не до GTA, не до Сенс Роу, но она не такая говнистая, как на самом деле многие говорят. И вот примерно с такими мыслями я зашел в игру. Как вы понимаете, вышел я еще с худшим мнением. Наверное, самый отвратительный и неприятный эпитет в сторону Сенс Роу, это, естественно, душный. А Сенс Роу 2022 года именно такой и является. Кстати, я признаю, что с опозданием кладу данный ролик, ну, понимаете, не мог найти, где купить игру. А потом мне подошел Кент, говорит, вот тебе аккаунт, вообще бесплатный, бери, наслаждайся. Я, кстати, слышал, что он многим из вас тоже дал этот аккаунт поиграть. Прикольный Кент. И денег вообще не просит, золотой человек, а? Но все-таки давайте по порядку. Начнем, конечно же, с сюжет. Многие люди говорили, блин, чувак, сюжет в новом Сенс Роу такая параша. Были пацаны в разных бандах, жили они в одной комнате, и потом предали свои банды ради того, чтобы создать святых. И что не менее важно, здесь есть все расы, только посмотрите. Латиносы, азиаты, не... Естественно, есть и свои ЛГБТ-персонажи, допустим, Кевин, он пансексуал. А еще у него, как и у других персов, есть особенность. В данном случае он не любит футболки. На эту тему даже в игре шутили? Ну, короче, да. У девчонки же мертвая мама, ей грустно из-за этого. А афроамериканец, но он стрелять не умеет. Но, видимо, именно на этом они и закончили развитие персов. Вообще, меня бесит эта тенденция в современном игропроме. Такое ощущение, что люди получили карт-бланш на толерантность, и вместо того, чтобы расписывать персонажа, добавлять ему сильные и слабые стороны и т.д. и т.п., просто делают его геем или азиатом. Все, достаточно, в принципе. О, галочка готова, перс готов. Но тут на них завили. Конечно, пытаюсь что-то сделать, но не вышло. Скажете, Максим, ну в Сенс Роу никогда не было крутых персонажей. Хорошо, молчу. Ладно, ну хотя бы вы, наверное, скажете, что сюжет никогда не был визитной карточкой игры. Он всегда должен был быть абсурден, приносить фан, удовольствие и хихи. Делает ли этот Сенс Роу здесь? Местами да. Но вот та часть, которая отвечает за сюжет и логику, допустим, каких-то основных вещей, она просто отсутствует. Из-за чего ты смотришь за каким-то каламбуром или отдельно взятыми скетчами из уральских пельменей. По-другому описать это нельзя. Ну привет, сладенький. Скажу более. Такое ощущение создается, что игра начала себя воспринимать Сенс Роу только ближе к концу. Там, правда, вот типичный абсурд, типичный крынишный, смотришь на происходящее, яркие цвета. Челу говорят, блин, смотри, ты мог бы поступить так. Он такой, да, да, я знаю, поэтому давай мы просто не будем драться, я тебе дам телефон, дам адрес, ты поедешь, и ё-моё. А в конце опять у нас есть отсылки на вестерн, какие-то дополнительные приколяхи, шиза главного злодея. Без шуток, вот там катсцены, которые идут, это шутка за шуткой на шутке. И это за час. Всё, что идёт до, ну, наверное, самое сенс-роуовское, это сцена, где девчонка заехала на билборд и интерактивные уровни без боёвки, где мы просто живём жизнью босса. Они, кстати говоря, тоже с багами. Ну, грёбаный холодильник, пусть откроется нормально, ну, в чём проблема, объясните мне. К слову, главный замес здесь прям практически такой же, как в сенс-роу 2, а именно создание банды. Да и по вайбу близкое. Только делите на два примерно, тогда вот будет прям новый сенс-роу. Так что здесь по созданию банд? По управлению ей? Моё почтение пошло, ну, нахер. Когда я увидел трейлер, у меня первая мысль в голове, которая появилась, я такой, я смогу создать свою банду, я могу делать им уникальные тачки, я могу делать им свои формы, я могу их отправить на свою местность. Короче, симулятор гангста. И у меня было предположение, что сенс-роу покажет что-то новое в этом. И мы не будем просто подойти к каким-то чувакам, говорить, слышите, пойдёмте отметили мы. Нет. Вышло да. Меняется ли наше здание от маленькой церквушки, раздолбанной, к охеренному домишку? Естественно, да. Но мы в этом не участвуем, это проходит сюжетно. Можем ли мы прокачивать тачки для нашей команды? Да, можем. Но в принципе это особой роли не играет. Потому что мы прокачиваем машину чисто только для себя, покататься. Можем ли мы поменять одежду нашей банды или одежду друзей? Можем, но только по шаблонам. И что более интересно, эти шаблоны у нас в том числе идут с предприятий. К ним мы вернёмся потом. Отдельно что-то поднастроить нельзя. Поэтому появляется вопрос. Для 2022 года игра по шаблонам в Сенс Роу это круто. Поэтому, конечно, люди и расстроены. Надо меньше пить молока, да, я уже вижу. Неважно. В общем, подводя итог, сюжетка слабая, ведёт она, собственно, ни к чему. Просто фуфан. Она есть. Она не такая херовая. Но что-то херовое. Наполнение мира. Ох, вот она замечательная физика, которой в игре просто нет. И скажете, блин, Максим, любая сезра физикой были приколяхы. Ты чего? Допустим. Тогда объясните мне про такую вещь. Вот я еду на машине. Немножко касаюсь кактус. Он разваливается. Я беру автомат. Начинаю расстреливать кактус. Ему пофиг. Я начинаю херачить кактус. Ему пофиг. Я херачиваю с РПГ. И только тогда он получает хоть какой-то урон. Причём посмотрите, как он разрезается. Объясните, в чём прикол этих кактусов. Логики с точки зрения урона здесь нет. Вы можете на машине приезжать абсолютно через всё, что угодно. Но маленький камешек вас остановит. Будьте уверены. Камень здесь это как криптонит. Без шансов останавливает. Пули ведут себя так же странно. Вы можете расхерачить всё, что угодно. С РПГшки. Уничтожить все дома. Абсолютно все конструкции. Ну, какие-то определённые столбы будут жить до последнего. В частности, колонны. Я не знаю, что здесь в этой игре с колоннами. Но он не вертолёт со своей огневой мощью. Не какой-то особенный кентик с пулемётом. У которого есть даже непонятный джетпак с токсинами или батарейками. Непонятно, что это вообще такое. Он не может пристрелить колонну. Он не может пристрелить её просто потому, что игра этого не позволяет. Да даже маленький стол не простреливается, понимаете, в этой игре. Я помню, кто-то мне ещё говорил, я просто стримил эту игру. Блин, Макс, посмотри, тут же город живой. Люди двигаются, общаются, ведут как-то себя активненько. Да, действительно, они все чем-то заняты. По факту, либо идут куда-то, либо общаются. Дефолт. Но чтобы вам не распинаться по поводу каждой ситуации, как они это делают, делают они это херово, можете просто подойти, сбросить им стол, они вообще никак не будут на это реагировать. Вот есть хромые люди. Человек идёт с тростью, казалось бы. Ну вот, ты наводишь на него пушечку, и у него просто пропадает рост. Не падает, она пропадает, а человек выздоравливает и бежит на своих двух. Если игра была про чудо, да вот оно наступило. Эх, надо расслабиться. Например, на сайте KnifeX. Любишь скины CSGO, а ещё играть о них, тогда тебе сюда. Огромное количество интересных режимов. Crash, это где циферки поднимаются, надо успеть в них попасть. Clash, где в принципе та же самая суть. Да, было обычное колесо. Мины, главное попасть сюда, куда надо. Башня, вот прям лотерейный билет. И помню, раньше в детстве такие были. Та ещё тема, скажу я вам. Батл кейсы, обычные кейсы. И ещё много чего другого на сайте есть. А для игры просто нажимаешь сюда, берёшь скинчик, и... Всё, по сути, легко. Кроме всего прочего, друзья, здесь есть халявы. Перейдя по ссылке в описании, вы можете воспользоваться кодом на бесплатные 10 центов. А также кодом на бонус, депозитом до 500%. Там как повезёт. А также бесплатный кейс. Короче, друзья, все ссылки в описании. А мы возвращаемся к ролику. С точки зрения уже графики оптимизации... Нормально. Ну вот оптимизация точно нормально. Что касается графона, я не знаю, что с игрой, но любые быстрые движения смазываются в 4 ряда как будто. Подгружаются текстуры в зоне видимости, то есть, наверное, в 3 метрах от тебя. Ну а волосы живут своей жизнью и будто вообще находятся вне игры. Ну а по качеству картинки здесь самое лучшее. Это со скин. Ну да, такой себе комплиментик. Хотя, признаю, спасает эту игру тёмное время, собственно, как любую подобную. Вспомните хотя бы не просто в 2015, как он выглядел ночью. Я тогда думал то, что это next-gen графики, хотя по факту ночь всегда спасала всё. И неончик. Вот неон игру спасает очень сильно. И когда смотришь на сценки с ней, такой, блин, а графон-то классный. Люблю такой стиль. А теперь поговорим про саму игру. Редактор персонажа. Он офигительный. Просто потрясающий. Вы можете создать абсолютно любую чебокупину. Перс, который создаётся только в ваших фантазиях. Естественно, если создаете что-то вроде того, что сделал я, он будет выделяться. Безусловные сюжеты. Когда будут какие-то серьёзные моменты, это будет смотреться абсолютно смешно. Но в этом же суть как-то сенс-ролл. И наш персонаж, это опять же тоже самый кент, который жил с теми героями, о которых я говорил немного ранее. Но при этом он работал на федералах, как я понимаю. Нет, мне как бы называется контора маршаллы. Очень странное название, на самом деле. Но это что-то вроде милитра-конторы, которые занимаются отловлей преступников. Типа такого. Но при этом они ещё гангстеры. Я немного не понял, на самом деле, и схемы. И там не шибко-то это объясняли. Но, короче, они вроде добрые, но одновременно плохие. И наш босс там работал. Каждое задание с ним начиналось юморка, заканчивалось юморком, а между находилась триба, экшон. В общем, сенсоровская тема. Но что, если я вам скажу, что за всё время игры, если не брать самую концовку, разбавляли этот грёбаный тир только несколько раз. И то не микро-ивентами в самих заданиях, а просто другим тиром. На танках, на самолётах. И то по разу каждый. Поэтому, как бы странно это ни звучало, приходится развлекать самого себя. Например, нашему персонажу доступны перки и умения. Мины и восстановление хп, или более забавные, берём кента и засовываем его в жопу гранату. А потом отправляем обратно к своим друзьям. И хоть последняя фигня не шибко нужная, но она хотя бы делает немножко веселее игру. Или второй вариант, отрубить автоим и мучиться с отвратительной сенсой. Она ужасна, дорогие друзья. Поэтому спасибо большое, что всё-таки в игре есть автонаводка. Без неё было бы совсем плохо. Развлекай себя сам в геймплейном плане. Хотя, знаете, я правда не понимаю, почему все самые большие приколяхи, которые есть в этой игре, появляются исключительно в катсценах. Ну или опять же в финале, как я говорил ранее. Ведь есть места, где они были бы уместны. Вот, допустим, нападаем мы на тюрьму, хотим челик оттуда вызволить. И там, конечно, есть стелс, что очень круто. И, казалось бы, сейчас будет разгон какой-то. Мы подходим к челу, он нас узнаёт, нам, по сути, нужны кое-какие ключи, открыть все эти двери. Почему бы это не обыграть? Допустим, главный герой берёт охранника и ведёт в чулан. А мы со своей стороны видим лишь только двери и странные звуки, которые исходят оттуда. Естественно, добавить какую-нибудь интеграцию от игрока, например, нажать кнопку. Потом босс выходит, довольный, застёгивает штаны, говорит, я узнал ключ. Кринжовенько, но в стиле сенсроу, согласитесь. Даже этого нет. Кстати говоря, зацените, как на уровне с тюрьмой открывается вентиляция. Да ладно, успокойтесь, не только на этом уровне. Чё-то вернулись к физике. Но вообще есть и хорошие вещи в игре. Допустим, музычка. Честно скажу, некоторые треки вообще начинают керачить моё на стальге сердечко. И я такой, ну ты, ну ты, ну ты, так вот молодым, ты убирай, красава. Но больше всего я херял с того, что в финале игры у меня почему-то музыка не врубилась. И в результате я фигарил там под 100 врагов, без какой-либо музыки, слушая только звуки выстрелов. Очень нравится, очень круто. Это делайте больше. А это я ещё не говорю про то, что искусственный интеллект в данной игре абсолютная херотень. Это распространяется как на врагов, так и на союзников. Помню, в одном уровне я спасал Кевина. Вот я отвязал его от стула, и вроде мы должны отправиться вхерачить врагов. А он такой, не, я посижу тут, извини, я сяду обратно. Бак, ладно. Следующая локация. Мы играем на уровне с девчонкой Нины, по-моему, её зовут. И смотрите, она такая, побежали, побежали, надо быстрее всё херачить. И остановилась на месте, из-за этого я не мог продолжить левел. Или вот ещё интереснее. Была локация, где на меня напали копы. А вот эти два индивида застряли на мосту. И вот стреляй там с калаша, не стрелять не попадаешь. К счастью, я взял РПГшку и встрельнул с неё. Причём попал. Хотя если промахнулся бы, то уровень начался заново. Что не круто. А добежать до них у меня просто возможности не было. Потому что игра говорила, ты выходишь из зоны. И это лишь один из многих примеров тупости врагов. Застревают они постоянно. И иногда это даже полезно. Потому что убивать можно их сразу кучей. В общем, уровень интеллекта врагов мраксущий. Но вы думаете, только искусственный интеллект мешает прохождению левела? Не, сама игра тебе не даст его пройти. Высажусь я такой в тачку. После контрольной точки. А машина меня выкидывает из себя. И каждый раз, снова и снова, одно и то же. А потом решил по приколу, с РПГшки долбануть по двери. И тогда дверь закрылась, и я смог сесть в тачку и поехать выполнять миссию. Как допереть до подобного, скажите мне, пожалуйста, уважаемые. Таких моментов в игре море. Но все равно это не самое страшное, что есть у ней. Вообще. В игрушке вы можете сдавать предприятия. Каждый из которых, по факту, будет липой. Допустим, мы создаем какую-нибудь больничку. А там занимаются мошенническими махинациями со страховыми компаниями. Ну вот, что-то в этом духе. Поняли? И чтобы прокачивать эти предприятия. Чтобы они захватили территорию, на которой находятся. Нужно проходить мини-задания. И звучит это, наверное, на уровне... Блин, наверное, надо будет как-то поговорить с определенными поставщиками. Дать им пулю в лицо, чтобы они поняли, кто здесь главный. Поискать там дорожки по дорожкам. И все в этом духе. Нет. Довезите грузовик из разных частей карты. При этом надо до этих самых мест для начала доехать самому. Убейте врагов. Опять довезите грузовик. Так 14 раз подряд. Второй вариант. Вы берете машину, доводите в другую часть карты. И уничтожайте. И так раз 7 подряд. К слову, это чуть ли не самое интересное из мини-заданий. Вы потратите уйму времени просто на прохождение этих дополнительных миссий. А вам это придется, сука, делать. Потому что иначе сюжетка вас не пропустит дальше. Да, друзья. А что еще более важно, вам придется зарабатывать деньги. Чтобы строить новые предприятия. И чтобы игра пропустила вас вновь по сюжетке. И теперь представьте контраст. Вот вы играете. Проходите сюжетку. Где один тир, ну хотя бы неплохие местами сюжетные сценки. Местами смешные. Не считая кота, его жалко по графону. Блин, соболезную, правда. А потом ты начинаешь 2 часа тупо возить грузовик. И за это получаешь не особенно много денег. Да. Тебе, кстати, потом с этих предприятий капают баблишки. На которые ты покупаешь новые предприятия для того, чтобы дальше идти по сюжетке. И там тоже проходишь такие же задания. Цикл духоты, я бы так это назвал. Скажу честно, я из-за всего этого просто уже не мог играть в Сенс Роу. Ну, у меня сгорела жопа. Очень душно проходить эти задания. Попутно понимая, что они еще и забагованы. И это все для того, чтобы получить финальный час игры. Час, блядь. Где в одном моменте появится босс вертолет. И это обидно, потому что именно там, ну, самый классный контент. Сенс Роуские приколы. Психоделика. Финал игры это самое нормальное, что там есть. Самое нормальное в этой игре. Похрен на то, что это не выглядит как финал. И похрен на то, что злодей, ну, честно говоря, слился как-то непонятно как. Слишком тупо. И похрен на то, что это больше похоже на середину. Финал Сенс Роу 2022 и есть Сенс Роу. Но чтобы до него зайти, пожалуйста, вынюхайте всю духоту. А потом подходите уже изнеможденные. Блин, я уверен, что я что-то еще не договорил. Ну, просто потому что я сел, так как с промтомом решил на вас все вылить. Но зато эмоции живы. Обзором я, конечно, могу это назвать с натяжечкой. Но, думаю, основные вещи я вам точно передал. Играйте в хорошие игры. А я поиграю в плохие. Удачи. Пока.